Привет, зрители! Ездила я в Озон на общественном транспорте, потому что пришла смс-ка несколько в такое время, что я бы не успела. Ну, конечно, не смс-ка, а пуш-уведомления с приложения, потому что смс-ки уже приличненько, как не шлются. Я на днях написала в группу ВКонтакта Озон, и мне сказали, что вот смс-ки у них не шлются, только на мыло или вот пуш-уведомления. Короче, в общем, где-то без пяти-пять она пришла, у нас база выдачи до шести, на велике я бы не успела забрать, поэтому пришлось на общественном транспорте. В общем, вот в такой большой коробке была одна маленькая штучка. Можно было бы, допустим, её в пакетик положить какой-нибудь, как у них иногда бывает, в плёночку, там ещё что-то. Ну, вот Озон, как обычно, по большей части редко у него так бывает, что бережное отношение к бумаге, картонке, деревяшке. По большей части очень много материала упаковочного идёт в никуда. Ну, у меня теперь есть коробочка, в которую можно сложить сжигаемый мусор, уволочь его в деревню. Тьфу, пардон, деревню. Уволочь его в сад на сожжение. У меня тут бумажка, ещё бумажка, вообще пакетик, который я потом покажу, лежал под этими бумажками, ещё бумажка. И ещё бумажка, вот и размеры, они одинаковые. У меня больший вариант бумажек, которые подлиннее, я их приспосабливаю под ноутбук, о чём я уже как-то говорила, наверное, может даже не раз, когда на кухне работаю. Ну, а эти потом как-нибудь разглажу и пойдут в СМР. В общем, вот такой вот пакетик был в этой большой коробочке. Могли просто вот реально положить там в какой-нибудь другой пакетик. Пластиковый какой-нибудь сахар со цветей кокосовой пальмы. Вообще первый раз про него увидела на озоне, там был как бы кокосовый сахар. И вот это вот, это оказывается разные вещи, и вот я прочитала, что впервые в Индии стали использовать сахар со цветей кокосовой пальмы. Кокосовый сахар один из самых полезных подсластителей, так как имеет низкий гликемический индекс 35. Вообще, я как бы не в курсах вот этих гликемических индексов, какие они должны быть, какие большие, какие маленькие. В состав продукта входят калий и фосфор, витамины группы В и 16 аминокислот. Преобладающей аминокислотой в кокосовом сахаре является глютамин. Эгитей. Вот я сегодня узнала про какой-то глютамин. Который укрепляет иммунную систему и способствует восстановлению тканей. Состав органический сахар кокосовой пальмы, гранулированный. Распасованное сырьё соответствует органической сертификации ID-Bio-149. Тут 200 грамм в мае этого года он создан. Так, производство Индонезия. Сколько он у нас живёт? 24 месяца. В общем, вот. Я как бы собралась, когда мне приспичит, сделать шоколадик из своих какао-бобов, какао-масла, какао-массы вообще. Ну и вместо сахара вот добавить этот. Если бы я его не увидела случайно на Азон, я бы, конечно, не заказала, но подумала, что почему бы и нет. Низкий гликемический индус, макро-микроэлементы, карамельный вкус. Ну и немножко, может, с чаем попить. Пока сейчас редакты делаю. Ну, короче, эту бету как бы правлю. То, что мне товарищ исправил в комментах, и то, что ещё он не исправил, просто перечитывай буду. Так, тут у нас смола Апуэра. Вот в такой пупырчатой плёнке. Смола Апуэра по такой вполне себе меняемой. Цене 349, по-моему, там за 10 грамм было. Ну, грубо говоря, 35 рублей за грамм. Надо было, конечно, взять какие-нибудь ножницы. Таки взяла я ножницы. Может, надо было взять ножичек, а не ножницы, конечно. Так, как бы у вас тут. Потом её можно будет пощёлкать в каком-нибудь СМР когда-нибудь. У меня где-то ещё целый мешок на антресолях лежит. Вообще на антресоли, потому что она у меня одна. Этой пупырки. Распаковка. Я вообще конкретно зону постарался. Открой меня, если сможешь. Я даже не очень представляю, где тут как бы начало, конец. А вот ещё что-то можно срезать. У нас сегодня была дикая жара. Потом случился как бы вечер. Вроде как обещали, град. Ну, так немножко погромыхало. С дочечком пошло. Вот. У меня была смола Пуэра. Я её последний раз, не знаю, в каком году на Алиэкспресс ещё покупала. Но, в общем, она немножко была уже, ну, короче, не очень качественная. Там очень много осадка была всякого. Предпоследние разы вообще до этого, ну, ещё до Алиэкспресса покупала на ЧБ смолу. Ну, что-то там давно уже как-то эту, или её не возили, или в каком-то она количестве. Короче, по сравнению с ЧБМ, это в два раза дешевле получается за грамм. Такие вот малюсинки, плиточки. Кто это у нас? Сегодня МФ. Завтра здоровье. МФ. Смола Пуэра чай. Вкус мягкий, манящий в свою глубину. Имеет терпкая послевкусие эффект. Великолепно тонизирует, бодрит заряжает энергией. Ещё хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт. Проверено мной. Стандарт вес в граммах. Пролив, неизвестно сколько, количество воды. Миллилитров 300-400 время. Минут 7, проливы 1, температура 90-95. Инстаграм, ТИ, полосочка МФ. ТИ, это точнее опять полосочка МЦК. Ну, короче, вот. Сейчас мы это скроем. Сейчас узнаю, по грамму они или как. Так, давай глаз. Как бы показать. Короче, вот тут приличный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ну, потом я взвешу. Так, чисто эксперимент, ара, и сколько, одна штучка весит. Ну, тут пятнадцать штук, короче говоря. Но весы у меня и те, и другие на кухне. А я в комнате. В общем, вот, сегодня, конечно, уже заваривать не буду, потому что мне нет нужды сидеть до трёх утра или вообще не спать в ближайшие сутки с лишним. Сейчас уже шесть с хвостиком. Но, как бы, на будущее пригодится. Я вообще, как бы, не ожидала смолу на озон, но что-то так забила прикола ради. Раз, внезапно, она есть. Была ещё другая, там, четыреста пятьдесят рублей за десять грамм. Плиточки, вроде как, по отзывам чуть побольше. Но я решила пока эту доказать. Так, вот у нас, я её там вскрывала так жирски. На проверку выстрою содержимого на базе выдачи. Просто, как бы, за мной было ещё полтора землекопа. Она, когда вышла с самой базы выдачи, там оказалось чуть побольше, чем полтора землекопа. База до шести. И сейчас, в связи вот с этим ограничением из-за коронавируса или как там его, короче, из-за этой пандемии, максимум один человек может войти. Ну и некоторые, как бы, заходят и действительно понимают, что за ними ещё столько же человек есть. И они сами испытали на себе ожидания. А некоторые стоят и рассматривают. Чё это тут такое? Прежде чем попросить распечатать этот бланк. Так, вот это вот у нас одним пакетом, а это у нас отдельненько. Короче, у меня заканчивается азоя гиль, который мне подписчица Аня в прошлом году дарила. Тоже, кстати, сазон заказ. Я часть отложила в деревню, небольшое такое количество, ну так, чтобы было там. Хоть я пока ещё и не уехала, так конкретно в этом году. Я только один раз была, там на полдня приезжали с родственниками. А другой, в общем, у меня осталось немножко, открываю баночку, понимая, что там как бы совсем чуть-чуть этого алоэ. Я хотела, конечно, сама это делать, этот алоэ. Еле у меня даже в заморозке лежит этот алоэ перемолотый с окна, так скажем. Ну, как бы пока я соберусь, если есть возможность, то почему бы и нет. Я заказала, долго-долго выбирала, читала отзывы. Поняла, что Холика-Холика, Лаферма или ещё что-то, у них практически у всех одинаковый состав. У кого-то больше химии, у кого-то меньше химии. И вот у Холики-Холики этот алоэ гель, где написано 99% алоэ гель, там или 97% или 92%. На самом деле там ещё куча-куча просто всякого всего. И даже белорусский есть какой-то этот берита алоэ гель. Ну, и везде там добавлено, помимо алоэ геля, в лучшем случае какие-нибудь растения полезные, в худшем случае очень много химии. Поэтому я уже плюнула, в итоге вот заказала, на который было больше отзывов. И состав всё-таки более-менее щадящий был. Относительно даже той же Холики, где можно Холику 250 миллилитров заказать, или 200 миллилитров, кажется, заказать за 540, там была какая-то скидка на зону. А можно было заказать, допустим, за 300 или даже за 180 ту же белиту. С подобным составом. Но в билете было как-то очень... Какие-то такие запчасти написаны были, что я как-то стремалась покупать такую штуку. В общем, как-то химии там было ещё больше, чем в корейской косметике. А в некоторых корейских производствах там вообще жуть какая-то совершенно. В общем, тут у нас ботаника-секрет. Секреты ботаники. Алоэ Вера 95%. Он зафольгирован. Мне, конечно, не зафольгирован, но плёночкой такой покрыт. Увлажняющий гель Алоэ Вера можно использовать как увлажняющий гель для лица и тела. Успокаивающие средства для кожи после загара. Маску для глубокого увлажнения кожи. Средство, снимающее раздражение после депиляции. Кстати, если вас вкусила пчела, и вы достали жало, либо не достали жало. Короче, вот если им помазать, то опухолей не будет. Особенно если ваш организм имеет свойство опухать после укуса пчелы. Я как потомственный пчеловод на себе в этом году уже проверила. И вот тут Алоэ Гель был от Фудогорика. И никаких опухолей не было. Ну, таких припухлостей или ещё что-то. Благодаря тающей текстуре гель легко наносится, глубоко проникает в кожу. Гель увлажняет, регенерирует кожу, насыщая кожу витаминами и микроэлементами. Успокаивает и защищает кожу. Ну, и тут вот всякое такое. Влажняющий гель алоэ вера для лица и тела. Где-то у нас состав-то. Вода, потом сок алоэ вера, глицерин, карбомер, алантаин, ПЭК-40, из касторового масла, чего-то там такое, ещё чего-то там. Фрагрант с содиумом, чего-то там. И ещё какая-то фигня. Ну, как бы это всё в конце. Мне больше порадовало, что тут сначала идёт вода, а потом алоэ вера. Вторым алоэ вера идёт в списке. Обычно всё, что я смотрела, в лучшем случае было какое-нибудь пятое или шестое алоэ вера в составе. На пятом или шестом месте. В худшем случае вообще где-то в конце. Или в середине. Ботаник Секретс. Евротрейд. Организация, принимающая что-то там изготовить. Чёрный бриллиант внезапно. Московская область, Денцовский район. То бишь, это впервые покупаю. Ну, как бы я покупала. У меня было в саванре алоэ гель. Там 95% алоэ геля. Ещё 5% какой-то большой айден консервант. Ну, как бы он такой по виду ещё был. Ну, не совсем. На без рыбий рак рыба. И там вроде как чистый такой состав и всё такое. Ну, в общем, мне как-то он не очень так. Когда я другие фирмы попробовала, в сравнении не очень так понравился. Потом, допустим, есть крем с алоэ вера. Гелеобразный. В Гринмаме. Ну, и вот, что ещё-то пробовала. Короче, в общем, если саванре был как бы на обзор, то вот чисто мной купленный за мои деньги. Это вот первая внезапно русская фирма. При этом даже не Корея. Так, крышечка так же, как вот на корейских делается. И вот, дёрни за верёвочку. Короче, здесь вот такая же фигня, как на фудоголике корейского производства. Не получается у меня сейчас так конкретно открыть. Ну, там чуть-чуть вот приоткрыла. Там довольно приятный аромат. Некоторые ещё в разных отзывах на разные продукты писали, что типа воняет травой. Я думаю, блин, люди, вы вообще как бы алоэ вера видели? Вот так вживую вот срежьте с алоэ вера. Вот у меня алоэ стоит на окне. Листик. Он так воняет от алоэ веры, что какой-то аромат травы. Это ещё вообще цветочки. Ну, тут наклейка. Азон номер 14717056114. Так, и тут у меня отдельное такое. Даже особо открывать не надо. Я как бы заказывала всё время короб. 30 грамм там было. И потом я узнала, что бывают разные обжарки, что чтобы был вкус какао, должно быть там или не обжаренное, или слабо обжаренное. Ну, это вообще кому интересно, можете в интернете загуглить, поискать в поисковиках какого-нибудь, почитать. Я вспомнила какой-то линуксовый, ну, чаще на линуксмин стоит, на линуксах вообще, поисковик дюк-дюк или дяк-дяк. Короче, пусть там какой-то. Короче, поисковик забить и почитать про этот короб. И мне тогда он как-то, я не прониклась им, он ни вкусом какао не отдавал, ни вкусом кофе не отдавал. Потом я его, ну, как бы с молоком, он как бы вкусно было. Тут я смешала как-то цикорий, остатки короба, и этот самый, корицу ложку. И вполне себе так зашло, и с молоком, и без молока. Я даже, по-моему, в инсту кидала что-то на эту тему. Ну, я подумала, что надо заказать как-нибудь себе, если вдруг чего. Короб в разных видах. Крэта короб. Это у нас кироп. 300 граб. Эти виселы для плоды киропа. Я подумала, что плоды, как бы, ну, открываете, зернышки смолоть, можно в той же кофемолке. Вот у меня порошок необжаренный киропом. А то, что не зернышки, можно так слопать. Я читала отзывы, что там это такая была, вместо конфет, там какой-нибудь перекус. Но у меня нет такой фишки, как перекус. Меня воспитали так, что у нас не было такой фигни, как кусочкование. Называлось это, типа, перекус. У нас нормально был завтрак, обед, ужин, полдник, ну, или, может, еще какой-то. Что-то на второй ужин, или что-то в этом роде. Так вот тут уже оно как-то порвалось, пока я его кирипского. Но заодно сейчас и узнаем, как оно выглядит. Длинненький такой. Не пойму, чем пахнет. Крепкий. Но можно разломить. Но я сейчас жевать его не буду, потому что собираюсь поесть нормально, как бы. Но если вам интересно мнение, дайте знать комменты, я где-нибудь или отдельно обозрю. И типа того. Тут у меня Куртес. Золото солнца. Кыроп-порошок слабой обжарки. Суперфуд здоровья от самой природы произведено в Греции. Ну, и я смотрела еще так, чтобы было именно вот произведено там, где оно растет. Тут у нас, он 13 мая этого года создал. Сколько у тебя вообще тут грамм-то? А, масса нет-то, по ходу дела, 300 грамм. Я еще думала, такое весит. Я уже забыла, просто сколько я там заказывала. Так, энергетическая ценность 234 калории. Эраклион. Страна происхождения Греция. Ну, тут куча витаминов, полезен до фигуры, бла-бла-бла и тому подобное. Куртес, порошок слабой обжарки. Вот. Я, честно, не помню цены, но у меня весь заказ вышел, по-моему, на тысячу, на тысячу с чем-то. Ну, короче, как-то вот... Телефон у меня сейчас на зарядке, поэтому посмотреть не могу, а чеки давно уже озон не вкладывает. У меня этой же фирмы есть какао-масло. Тут я решила, что какао-тертое. Я как бы могу сама сделать какао-тертое, но тут уже готово. Я думаю, так почему бы нет. У меня есть пакетик 250 грамм еще не открытый какао-бобов, не обжаренных. Еще чуть меньше, чем 50 грамм пакетик обжаренных какао-бобов немножко другой фирмы. Так, какао-тертое натуральное Vegan Food. 200 грамм. 4 мая этого года сделан. 12 месяцев живет. 100% натуральный продукт для здорового питания. 559 калорий на 100 грамм. Ну, это как бы выглядит он как обычный фирмы шоколад такими узками, местами, плиточками. Сегодня, может, немножко щаим грызану. Ну, и последнее. Вообще, 7 продуктов у меня было, как бы. Я даже не думала, что он такой большой. А я и забыла, что я полкило уже заказала. Там можно было заказать 100 грамм этой фирмы, а можно было заказать полкило. И дешевле было полкило заказывать. Я не помню, почем он. Но 100 грамм стоило 195 рублей. Тут у нас кироп сильной обжарки порошок. Идеально для приготовления напитков, выпечки и десертов. Ару био. Биопродукты. 500 грамм. Состав 100% порошок плодов рожкового дерева. Сильные обжарки. Белки 1%, жиры 4%. Энергетическая ценность на 100 грамм 230 калорий. Цена происхождения Испания. 25 марта он создан. Срок годности 2 года. В общем, вот. Буду иногда себе делать как кофеечек. Без кофеина. Идеально для ЗОЖ-рациона. Натуральный. Натуральный. Вот. В общем, если вам интересно отдельный какой-нибудь там ролик про вот я вскрыла, показала или что-то делаю, то дайте знать в комментах. Я запишу. Ну, постараюсь, по крайней мере, записать. Там, ну, может, в инсту скину. Типа, Лёля, скинь фотку в инсту. Тоже дайте знать в комменты. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok